Всем привет! С вами Артур Михеев и 10 уровень. Игра, о которой мы сегодня поговорим, особенно близка нам с вами, ведь она, между прочим, отечественная. Панзар. Forged by House. Сетевой, нон-таргет боевик, созданный на движке CryEngine 3 усилиями московской конторы Panzar Studio. Основа игры — бесконечные бои на аренах, где вы сражаетесь с другими игроками, а в перерывах между ними прокачиваете своего персонажа. Игрока встретит фэнтезийный мир магии и меча, а заодно и четыре воинственных расы — гномы, орки, эльфы и люди. В редакторе игры нам сходу предлагают выбрать, во-первых, расу своего персонажа. Напомню, их тут четыре, по два класса на каждую, и, соответственно, класс. Всех персонажей можно поделить на две большие группы — ближнего и дальнего боя. Узнать, кто есть кто, можно из информации слева. Я же, как любитель воевать, глядя своему врагу в лицо, пожалуй, выберу вот этого симпатяшку Берсерка. На одном аккаунте, кстати, можно бесплатно создать до восьми различных персонажей. Иными словами, опробовать все доступные классы. Стоит нам нажать на кнопку «Войти», как нас тут же берут на понт и предлагают пройти обучение. Обучение, конечно, пройти надо, так как за него полагается отличная награда — несколько важных склянок. Да и опыты отсыпят немало. Да и к тому же, обучение это не пройдет разве что с самый умственно отсталый орк, который очень много болел в детстве. Так что я думаю, у вас это обучение трудностей не вызовет. Перемещается персонаж посредством кнопок «Васт». Головой вращает посредством мыши. Ежели удумаете зажать «Шифт», персонаж даст дёру. Но не спешите затирать эту кнопку до дыр, так как бег расходует вашу силу, которая, в свою очередь, тратится на сильное лупцевание вражеских рыл. Лучше почаще используйте «Контрол». Он тут как оберег, блокирует неприятельские удары. Ну и само собой умение. Важно отметить, что игра использует систему «Нон-Таргет», при которой крайне важно то, куда именно вы попали дубиной — по хребту или же по комполу. Решение это верное. Вместо автоматической и скучной долбёжки — осознанные ручные бои, в которых многое имеет значение. Вот стоит перед вами вражеская Харри. И вам, чтобы заставить её откинуть копыта, надо найти к ней правильный подход. Удар в лицо отнимает одно количество ХП, удар в спину — совсем другое. Игра эта сугубо командная, поэтому одиночкам тут будет очень тяжело. Решите сыграть в «Рэмбо» и полетите напролом в гущу врагов — считайте вы труп. Вот такой вот. Ежели скооперируетесь и будете махать дубинками в унисон, обратите противника в бегство. Карты, на которых происходит всё действо, представляют из себя довольно живописные ландшафты. Всё-таки понимаешь, что CryEngine такой CryEngine, прямо глаз не нарадуется. Одно жаль. На таком движке бы да приключенческую PvE-RPG с крутым сюжетом. Ну ладно, о чём я? Ах да, карты. По сути, все игровые режимы построены вокруг контрольных точек. На данный момент их четыре. В первом — доминация. Команды борются за контроль над одной точкой на карте. Всё, что вам необходимо — это встать на этой самой точке. В результате чего вы начнёте приносить своей команде очки. Если же на точке окажутся представители обеих команд, то очки не достанутся никому, пока одна из сторон не свалит. Второй режим — Царь горы. В нём целью каждой команды является первой захватить контрольную точку. Команда, которой это удастся раньше, становится защищающей. Респаун игроков из этой команды перемещается ближе к контрольной точке. На протяжении всего времени, пока точка находится под контролем этой команды, ей начисляются очки. Режим третий — Осада. В нём команды делятся на атакующих и защищающихся. Карта же, в свою очередь, разбита на контрольные точки. Кто бы мог подумать. Которые одной команде надо захватить, а второй — защитить. Ну и, наконец, последний, четвёртый режим — Метеор. Пожалуй, самый оригинальный из всех. В нём команды грызут друг другу глотки за определённый предмет, который, в свою очередь, надо приволочь на базу врага. После каждого боя вы будете получать различные предметы, из которых впоследствии можно будет сделать что-нибудь полезное. По-моему, вышло не очень. А всё потому, что я не купил рецепт. Покупаются они в магазине. К слову, в этом самом магазине можно купить не только рецепты. В самом начале, кстати, я бы посоветовал всем новичкам прикупить набор для первого уровня, который лишним уж точно не будет. Он включает в себя немного шматья и несколько рун, которые можно навесить на те или иные предметы. Да и вообще, купить в игре можно даже уровни. Покупаются они за кристаллы, которые, в свою очередь, покупаются за реал. Отсыпал так немного кристаллов и стал сильнее. Причём, если, скажем, переход с восьмого на девятый левел стоит примерно 50 кристаллов, например, это не точная цифра, то тут разработчики дают вам возможность сэкономить. Если вкачаете немного опыта своими силами, то цена за переход на девятый уровень будет ниже. Сами разработчики свою игру к MMORPG не относят. Так написано на их официальном сайте. Цитата. Из-за того, что в игре присутствует прокачка и развитие персонажа, Панзар часто ошибочно определяют как MMORPG. Мы считаем, что Панзар это MMO-экшен с ролевыми элементами. Конец цитаты. И это, в общем-то, по сути, так и есть. Ну и что ж, десятка вкачана, игра показана, гордость за российских разработчиков получена. Так что на этом всё. Мой квест выполнен. Хорошего вам лута, поменьше пинга. С наступающим. Не болейте. И до следующих выпусков. Субтитры подогнал «Симон»